Иди ко мне, ко мне Не грусти, ну, ну, мне тоже скучно Сударыня, я не могу подать в отставку и уехать в Петербург только потому, что вам здесь скучно Я бы никогда на это не согласилась Уж лучше жертвовать самой, нежели всю жизнь сознавать, что кто-то жертвует ради тебя Поехали А это что за драгоценности? Это призы того борца Луриха, ваше превосходительство Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Что еще? Остальное мелочи, ваше превосходительство Один мелкий пожар на окраине и одна драка Где? В ресторане Золотой Лев Кто с кем? Поручик Соболев и некий... Некий Трахтингерц, ученик аптекаря Оба были выбивши Лучше бы они сходили в курзал Там Лурих произнес речь о вреде пьянства Пожалуйста Благодарю вас Я со своей стороны мог вам сообщить Что мой перевод Петербург Не состоится Следовательно И ваше повышение Его превосходительство Наш вокзал показался Слишком шумным Он просил напомнить Что предстоящий чемпионат Не самоцель Не самоцель А одно из мероприятий Посвященных Теза именисту Государя Императора Вы свободны Всего хорошего Ваше превосходительство Государя Император Государя Император Если свидетеля Государя Император Государя Императории Да, якоб, ты видишь Байера? Готен дагер, Байер Господин Лорик Господин Лорик Хорошо, что борцам неизвестны такие приемы Не будьте так уверены в этом О, что это у вас, Георг? А вы тщеславный человек, Лорик Вы с собой постоянно носите фотографии, цветы Браво! Это не так трудно Не выйдет Здесь нужна вера в чудо Надо верить в то, что невозможно И тогда получится Как вам это удается? Тайна есть тайна Не мускулы Не сила А только одна вера и желание Мой дорогой Лорик У меня есть богатство А у вас сила, слава и здоровье Вы не хотели бы совершить фокус? Я согласен, но как это должно выглядеть на деле Ваша сила, мое золото и все довольны Догадываюсь Кому-то я должен проиграть А разве это так трудно? Не трудно, если найдется такой сильный противник Но такого еще не нашлось У вас своя вера У меня своя Это тщеславие, а не подлинная вера, мой друг Жаль, конечно Хотя, возможно, вы верно рассудили Золото это прах А слава не умрет А если наоборот? Подумайте Дорогой Лорик Подумайте Дорогой Лорик Дорогой Лорик Дорогой Лорик Дорогой Лорик Что такое? Оли Привет Джордж Привет Как дела? Хорошо Но что такое? Мне лучше Вы что разгуливаете? Принесла почту и газеты Какую почту? Для господина Лориха Угу Прошу простить Почта, господин Лорик Спасибо Спасибо Господин Лорик Может Согласитесь Все-таки? Нет Поймите Я в безвыходном положении Они не хотят Переезжать А Господин Лорик Может Переедете Вы? Нет Понимаете Понимаете У Байера Очень строгий режим Ну а вы Играете на пианино В то время Когда он спит Если не нравится Как я играю Пускай сам Переезжает Другой номер Вам легко говорить Пусть переезжает А он не хочет Господин Лорик Может Все-таки вы Как-никак Свой человек А они гости Из самой Германии приехали Нет Ну тогда извините Что такое КОНЕЦ Уважаемые дамы и господи, итак, начинайте. Разрешите сначала представить ответа, лица которого никогда не видели даже дамы. Знаменитая черная маска! А сейчас, господа, ой, и мне даже страшно сказать вам. Вся Европа знает это грозное имя. Фридрих Байер! Наряду с тысячами дам, почитателем его таланта является сам Кайзер Вильгельм Персонально. Любимый ученик доктора Краевского, воспитателя чемпиона, Эза Ассалминен из Выборга! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Моравский чудо-силач! Багумил Вондрачек! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Али Хасан Мустафа! А теперь, дамы и господа, с радостью представляю вам, чемпион мира, наш земляк, эстонец Георг Урри! Уважаемый публик, в заключении рад представить вам большое жюри, в которое вошли самые честные люди Ревеля. Прошу, господа, прошу! Браво! Али Хасан Мустафа! Господин Лурих, подумайте, господин Лурих. Согласен? Согласен? Советую самому подумать. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин Али Хасан Мустафа! Чистая победа! Браво! Как вам борьба, Глеб Петрович? Жаль это, Карлос, жаль. Чего жаль? Десяти тысяч, которые пловут в Стамбул? Или в Берлин. На меня этот байер произвел весьма сильное впечатление. Первое впечатление часто обманчиво, сударыня. А, тебя, по-вашему, эти деньги должны упить? А теперь, уважаемая публика, Эза Салминен из Выборга и Георг Лурий из Волости Велизе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Лурий! 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 Чистая победа господина Луриника! Это победительный. Субтитры подогнал «Симон» 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 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Сидят. Раз, два, три, четыре, пять. Сидят. Сидят. Что глазеете? Можете изволить взяться за работу, господа? Прошу. А полиция? Чего у нас? Прошу. 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 Особенно, если замешана полиция. Как вы пишете в своем иске. Я могу нанять адвоката и в Петербурге, если вы боитесь. Вот как. Ну, разумеется, они там поближе ко двору. Лучше знать, что можно, а что нельзя. Извините, вы уходите? Нет, нет, я сейчас приду. Ну, ладно, господин Лурих, я берусь за это дело. Но мне хочется предупредить вас, что иск может весьма затянуться. Это меня не пугает. Ну что ж, всего хорошего. Всего хорошего, спасибо. Господин Лурих! Вы боритесь. Ваша победа, их поражение. Господин Лурих, всего два слова. Если наступит критический момент, то надавите противника вот сюда. В этой впадине нерв. Или подмышку. Там сосредоточен нервный узел и проходит артерия. Запомните. Запомните сюда или сюда. Все ясно. Правда, я знаю еще одно довольно уязвимое место. Сказать какое? Спасибо. 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 Спасибо.